Добрый вечер. Привет. Андрей Вадимович, в первой половине нашей передачи будут темы неприятные, такие, например, как юбилей. Я знаю, что есть и десинкразия на слово юбилей. Ну, я за эти полгода уже практически привык. Откуда вот эта вот нелюбовь к слову или к понятию? Мне это ассоциируется с советскими временами. А, то есть с брежневскими? Да, 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 вот эти. Постоянные юбилеи. Я так понимаю, что любовь нашего народа к юбилеям всяческим, она оттуда же. Это такая генетическая история. Вот сейчас на какой-то мы тонкий лед наступаем. Нет, значит, я как-то... Такая про генетические истории слушаю. Я зимой ехал просто по городу и вдруг стал читать афиши. И я офигел, потому что нет ни одного ни юбилейного концерта. У этого юбилейного концерта. Группа такая, это юбилейный концерт. Валерия, юбилейный концерт. А даже не написано, что за юбилей. Просто вот это такая добавочка, которая, видимо, прибавляет ценности к событию. Ну, ужасно. У нас не написано юбилейный концерт. Написано 50 лет. 50 лет и все. 50 лет, а это и есть юбилей, собственно. Да, а это уже додумывай, сам как хочешь. 50 лет машине времени. За 50 лет, что осталось в нынешнем Андрея Вадимовича Макаревича от школьника, какой, 19-й школы, да? 19-й. 15-й школы Андрюша, который создавал этот коллектив. Ну, во-первых, прежние музыкальные привязанности. Может быть, они несколько расширились. Хотя я не думаю. Но поспорю, джаз не слушала Андрюша Макаревича. Слушала, очень любил. С папой слушал все время. Просто какое-то время о жизни на него не было времени совершенно. Я думаю, что представление о добре и зле, представление о том, что красиво и что некрасиво, ну и вообще какие-то вот жизненные приоритеты. Мне как хотелось путешествовать, так и хочу. Только тогда я думал, что я так и буду всю жизнь хотеть. А теперь оказалось, что есть такая возможность. Спасибо Михаилу Сергеевичу. Михаил Сергеевич Горбачев не Ельцин. В смысле, Ельцину не спасибо. Ну, как бы уже все было сделано до Ельцина. В этом смысле? Ну, это вопрос был. Вот у нас кто нам дал свободу? Нам дал свободу генеральный секретарь КПСС Горбачев или президент России Ельцин? Я думаю, что основные ворота растворил, конечно, Горбачев. Когда было сказано, что все, что не запрещено, то разрешено. А Ельцин двигался в этом направлении, большую часть его правления. И я совсем не с ужасом вспоминаю 90-е годы. У нас они были очень даже развеселые. У вас-то да, а в стране-то по-разному. А мы не в стране, что ли? Ну, все-таки, скажем так, богемы, творческая элита, люди близкие к власти, в том смысле, что властью любимые. И вас же потребляли всегда продукт, который делал Макаревич. Его всегда люди, которые были, ну, то, что называется элиты, они всегда любили. Да ну, всегда ли. А мы официоз отделяем. И к вам ходили комсомольские вожаки на концерты? Родной мой, если к нам и ходили комсомольские вожаки, это была не основная наша аудитория. К нам ходили простые, обычные, нормальные люди. Они ходили и до Горбачева, и во время Горбачева, и во время Ельцина, и потом во время Путина тоже ходили. И ходят. По счастью. Переформулирую, немножко некорректно высказался. Скажем так, вот люди, которые, собственно говоря, и делали вот эти реформы, то есть комсомольские функционеры, которые стали олигархами, чекисты, они «Машину времени» слушали, а, допустим, «Галича» вряд ли. Они слушали Высоцкого, да, и они слушали «Машину времени», а уже вот «Аквариум» и «Галич» вряд ли. Жень, ты с такой легкостью рассуждаешь. Это вопрос. О них как о каком-то типе животных. Значит, там были очень разные люди. Разного возраста, разного уровня образования и привязанностей. Кто-то слушал «Галича», а кто-то «Высоцкого», а кто-то ни того, ни другого. Кобзона слушал, понимаешь? По-разному. Это были разные люди. Но в чем-то они сходились, очевидно, в каких-то базовых вещах. И это и помогло, в общем, нашу жизнь изменить. Мне сложно представить комсомольского функционера Мишу Прохорова, который слушает Кобзона. Я просто про товарища Макаревича. Я не помню, чтобы Миша Прохоров был комсомольским функционером. А с каких пор его Макаревич знает Прохоров? Знаю я его с тех пор, когда они организовали один из первых кооперативов в Москве. Ты будешь смеяться по варке джинсов. Значит, а познакомились совсем случайно. У нас Валера Ефремов, барабанщик, спортивный человек. Он все время занимается каким-то достаточно жестким видом спорта. Они познакомились на теннисной площадке в Лужниках, куда ходили оба. И как-то друг другу понравились. Потом выяснилось, что Валера еще из Машины Времени. Ну, это перерывло слово в товарищеские отношения. Ну, нравилась Миша Машина Времени. Не вся. До сих пор он оттуда любит, наверное, песен 5-6. Ну, вот, а серьезно, Макаревич и Ермольник реально ратовали за то, чтобы Прохоров стал президентом Российской Федерации. Вот это что? Это вот просто потому что хороший товарищ? Вот мы же понимаем, что это был бы ее мобиль в масштабе страны, в результате. Нет, если бы это был просто хороший товарищ, а взгляды его на то, что должен делать президент, а что не должен делать, расходились бы с моими, я бы нашел возможность его не поддерживать, каким бы хорошим товарищем он не был. Но программа его абсолютно совпадала с моим представлением о том, как это должно быть. Отношение Макаревича к термину победобесия. Мне кажется, что этот праздник очень важный, очень серьезный. И надо к нему относиться деликатно, прежде всего, с уважением. Не надо бить в литавры, не надо надувать щеки. Мы, лично мы, очень мало имеем отношения к этой победе. Это прежде всего день памяти тех, кто отдал свои жизни за эту победу, за то, чтобы мы сегодня жили в свободной стране. Поэтому я считаю, что прежде всего это день поминовения. Это не значит, что надо одевать на себя траур, лить слезы. Нет. Но все равно это главное. Пусть это будет печаль светлая. Но мне вот ужасно интересно. Ну сколько лет мы еще будем парады устраивать? Вот скоро уже этому празднику будет столько, сколько в Бородинской битве. Мы же пушки на лафетах не возим 1812 года. Французы день падения Бастилии празднуют до сих пор, хотя там прошло лет-то до сега. У них это все гораздо более легковесно выглядит. Конечно. Вот, кстати, про французов. Улицкая в свое время говорила, что французы молодцы, они не стали сопротивляться. Сдали страну, сохранили массу архитектурных и культурных ценностей. А вот Сталин уперся в результате десятки миллионов потерь. Надо было, как французы, вот к этому тезису. Вообще, очень многие из товарищей Макаревича говорят, что лучше бы Гитлер выиграл тогда в войну, а Сталин бы проиграл, не было бы всех этих... Нет, я такого никогда не говорил. Во Франции я слышал такую же фразу, она, правда, в шутку произносится, ну, в полушутку. Мы когда взошли на один из холмов, я видел эти крыши, там, 17 века, понимаешь, 18 века. Без бомбежек, да. Как же у вас все сохранилось? А мы сразу сдавались в плен, сказал гид. Ну, это у него такая была шуточка наработанная. Я никогда не радовал за то, чтобы Россия сдалась в плен. Спасибо Бог. Мне просто казалось, что... Хотя трудно сейчас вот отсюда говорить, понимаешь, что можно было вести более умную политику и лучше подготовиться к войне и не гробить столько генералов накануне войны и не так вот прошляпить ее начало, когда почти до Москвы немцы дошли. И тогда просто мы бы обошлись меньшими потерями, потеряли меньше людей. Мы потеряли страшное количество людей. Вот и все. В одном из интервью ты допустил возможность войны. Ты вспоминал, как Вадим Григорьевич, папа, в 1938 году говорил, что да, война будет. То есть вот было это ощущение. И ты сказал, что ты допускаешь, что будет еще одна мировая. Мне бы этого крайне не хотелось. Ну, это, я думаю, что мало кому хотелось бы. Теоретически мы живем на том отрезке, когда, может быть, все. Я вот недавно совершенно буквально беседовал с Маргаритой Симонянко, задавая тот же вопрос, она сказала, что никогда мировой войны не будет, что это точно. Мне бы ее уверенность. Нет, мне это тоже, в общем, так было приятно слышать. В презумпции того, что она человек где-то компетентный в чем-то. Что меня удивило, я узнал, что Маргарита Симоняна и Андрей Макаревич дружат домами и ходят друг к другу в гости. Это не укладывается по общественному сознанию. Все люди падают в обморок, когда видят фотографию Венедиктова там за Захаровой, целующихся в десны. Значит, а здесь выясняется, что... Как у нас любят врагов делать. Это просто поразительно. Мы действительно с ней живем в одной деревне. Так получилось. Я пару раз был у нее в гостях на Новый год, насколько помню. На следующий день после Нового года. На доедалках. А у меня она, по-моему, не была ни разу. Слушай, я ее помню еще до того, как она стала занимать вот этот пост, который она занимает сейчас. И мы встречались в журнале СНОП, где она писала прекрасные эссе и рассказы. Я ее слушал с наслаждением. И у меня тогда возникло желание с ней познакомиться, что я и сделал. Ну, Тиграна Кесаяна ты еще знал. Тиграна я знаю лет 30. Вот вы когда встречаетесь в режиме застолья, вы темы, условно говоря, некомфортные. Типа Крым, Путин, не затрагиваются. Вот посмотри. Вот, например, мы с тобой совпадаем по 29 вопросам из 30. Из 35, я бы сказал. Ну, допустим. Ну, я условно. Ну, да, да. А по одному не совпадаем категорически. И что, вот мы сядем за стол в праздник и будем именно вот этот мозоль друг к другу ковырять. Ну, искать общий знаменатель. Нет. Зачем? Ходи ты сам со своим знаменателем. А я буду ходить со своим. Но другое дело, если бы мы с тобой ни в чем не совпадали, тогда нам вообще не с чем встречаться, не о чем говорить. Нечего обсуждать. А если это одна 30-я часть, давай поговорим о части большей. Там, где их 29. Меня, кстати, совершенно приятно поразило, когда я работал над книгой, которая как раз к юбилею 50-летия машины вышла. Я, кстати, ее получил уже в подарок. Да, у меня нету, кстати, замечу. Вот издательство. Мне вчера буквально редактор подарил. Ну, в общем, симпатично она очень выглядит. Я тебя поздравляю как автора. Могла бы, конечно, бумажка быть чуть-чуть потяжелее, потолще. Вот это вот это ковырять мозоли. Говорите автору, который книжку в руках не держал. А я тебя предупреждал, что бумага – это страшно важно. Книга должна выглядеть дорого. Но это не ко мне. Нет, это к тебе. Это должен был им плеш проесть. Ну да. Вот плеш, кстати, есть умеет. Макаревич, как мы выяснили, как раз когда вот эта книжка готовилась. Вот когда Макаревич приходит в гости, не в гости, а визитом к стоматологу, он не говорит, что, знаете, сделайте мне так, сделайте это. Я по поводу обложки. На обложке шикарный совершенно был Макаревич. Вот смотрелась обложка, вот всем показывал, говорит, супер. Нет, Макаревич заставил, выкрутил руки издательству, чтобы туда добавили Кутикова, Ефремова, чтобы вот нынешняя троица машины времени присутствовала. В ущерб, это как художник Макаревич понимает, в ущерб художественному аспекту. Вот это что? Но если ваш художник не сумел сделать так же красиво, но хотя бы правильно по мысли, то в данном случае мысль здесь важнее. Когда ты будешь делать следующую книжку персонально про меня, то там будет моя фотография. Представь себе книжку про историю Битлз, а там Пол Макартни на обложке один. Вот какая была бы... Некорректная сравнение. Абсолютно корректная сравнение. Абсолютно корректная. Потому что... Абсолютно корректная. Потому что Битлз, они как вот основали квартетом, если не читать эту кратковременную историю с Питтом Бестом, который ушел и был заменен Ринга Старом, они существовали вот этим квартетом. Машине бремени из того оригинального состава. Другой пример. Роллинг Стоунс. Ну и что Роллинг Стоунс? Кейт Ричард. На обложке Кейт Ричард. Нормально? А Джигер нормально, допустим. Нет. Категорически нормально. Был бы страшный скандал у них там. Вот. Вот тебя боятся все. Вот тебя все боятся, потому что ты прешь как танк. Ты знаешь, что у меня в одном издательстве, ну в одном самом таком раскрученном журнале, не хочу его пиарить или программе, где публиковалось мое интервью, мое про работу над этой книгой. Мне сказали, а Андрей Владимирович Макаревич, можешь нам прислать согласие на публикацию? Я просто офигел от этого. То есть вот как ты запугал вообще всю эту медиатусовку? Поскольку я не знаю, о каком журнале идет речь. Я скажу в перерыве. У меня нет ни малейшего уверенности в том, что я именно этот журнал персонально пугал. У меня нет такой задачи. Есть какие-то вещи, которым всегда необходимо уделять очень серьезное внимание. Потому что, например, ты сдохнешь, а книжка останется. Книжка может пролежать сто лет. Спасибо. Нет, серьезно. Я не сказал, не уйдешь в лучший миров. Нет, сказал, сдохнешь. У меня на полке стоят книги, которым по 200 лет. И ты открываешь, и она теперь истина в последней инстанции. Я считаю, что было. А вот сейчас я вижу, что эта книжка, она славная, забавная. Она, конечно, не истина в последней инстанции. Поэтому, если мы можем ее сделать в этом смысле, ну, хотя бы приблизительно корректной надо делать. Но все-таки, если вот мы говорим про тезис, что машина времени, аккомпанирующий состав Андрея Макаревича, это чушь. Нет, это социально одобряемый ответ. От Макаревича это и ждут, что он скажет, что чушь полная. В отличие от аквариума, чушь полная. Это касается и того, как мы делаем аранжировки, и того, кто какой имеет право на голос, и распределение денег, если угодно. Мы абсолютно равноправные люди внутри команды. Я это слышу, но... Нет, ну, если ты мне не веришь, это твои правила. Нет, я верю, что... Других таких групп, по-моему, нет. Все-таки в каждой группе у нас... Не знаю, как у Чайфов, кстати. Кого-то из своих коллег-музыкантов, я про рук тусовку говорю, можешь слушать не для того, чтобы понимать тенденции, а для удовольствия? Слушать для удовольствия? Для удовольствия? Всегда БГ. Всегда Ундервуд. Всегда Кортнева. Ну, старый Наутилус я очень люблю, но я его настолько хорошо помню, что мне не обязательно его ставить на вертушку. Я могу в голове, как Битлз, понимаешь, включить и проиграть ту или иную песню. Я вот сейчас просто набросал сразу пакет вопросов для второй части. Он будет такой про музыку и про соратников. И поэтому, чтобы полностью оставить политический аспект в первой части, я надеюсь, что это получится. Последний вопрос в этой части интервью. Это вот история, которую ты рассказывал, как вы с Путиным на газетке закусывали и бухали. С нами еще человек 300. Ну, все-таки не 300, это твоя была инициатива. Хорошо, была инициатива туда спонтанная абсолютно. Хорошо, вот ты как человек, который людей должен чувствовать и видеть, ты сумел его отсканировать? Он тебе был понятен как человек в тот момент? Или он для тебя остался вот такая же терра инкогнито, как вот он является для половины мира? Ну, если я ошибался, то это говорит только о том, что он очень хорошо умел уже тогда себя подавать. А ощущение было очень позитивное. Он был открытый, ненадутый абсолютно, немножко стесняющийся даже человек, легко принимающий решения, потому что нас сначала привели к нему в ложу, а он был на концерте у нас. Это какой год просто для зрителей, напомним? Это за 30, по-моему, дней до ухода Ельцина. Так что мы еще не знали, что это наш будущий президент, хотя слухи такие уже ходили. И мы пришли в ложу, и он говорил какие-то нам приятные слова, и как-то мы непосредственно общались. А за кулисами у нас уже накрыта была поляна, автопартия. И там масса музыкантов, которые участвовали с нами, и друзья, они нас ждут. И мне неудобно. Я говорю, слушайте, а пойдемте туда к нам. Он говорит, да пошли. И охрана еще его мяу сказать не успела. Он с нами пошел уже, значит, вниз побежал. Быстро так, спортивно. А не следом за ним. Там было смешно. Нет, это все было очень симпатично. Надеюсь, что во второй части мы также симпатично побеседуем о музыкантах и немножко о семье. Окей. Про коллег. Вот Шевчук был упомянут. Почти в каждом интервью Макаревича спрашивают про Шевчука. Вот про ту ситуацию, когда он там наехал на Путина. Сколько же можно? Да, вот нет, я это не спрашиваю. Вот понятно, что существует стандартный набор журналистских вопросов. Это раздражает или с пониманием... Меня раздражает, что большое количество людей, считающих себя журналистами, не заставляют себя труда придумать какую-то свою конструкцию интересную. Поговорить о том, о чем я еще не разговаривал. Мне будет сто раз интереснее, зрителю будет интереснее. А, о чем? А вот об этом? Ну давай, а расскажите нам, а как, вот что там было вот с Шевчуком-то? В 20-й раз, понимаешь, они спрашивают. Они наивно думают, что все уже знают, а вот их зритель не знает. У них какой-то особенный зритель. Ну это ужасно. А о чем с тобой, кстати, никто никогда не разговаривал? То есть есть, допустим, что-то вот... Ты понимаешь, какая штука? У меня вообще на этот счет по-другому голова устроена. Я имею счастливую возможность, если вдруг я проснулся утром, и мне хочется о чем-то сказать, но я возьму и напишу в Фейсбуке, например. Да, и вся страна, вся медиа-общественность тут же это начинает обсуждать. Обсуждать. Или напишу песню на эту тему, или рассказик какой-то. Поэтому вот о чем бы тебе хотелось побеседовать с малознакомым человеком, у меня нет такого, ни о чем. Вы смотрите, насчет того, как голова устроена. Очень, возвращаясь вот так к работе над книгой, очень странных было несколько моментов. Вот в частности эпизод, про который мне сказала Марьяна Ефремова, жена упомянутого барабанщика Валеры, о том, как ты в свое время дал деньги на похороны лидера «Рубиновой атаки», ты утверждаешь, что этого не было. Нет, это было. Как? Мы сидели в этом клубе... Я потом долго вспоминал, и я понял, что это было, но я настолько этому не придал значения, понимаешь? Хорошо, я вот про это вот... Мы с несколькими знакомыми, в общем, это обсуждали. Там несколько версий было, Макаревич не помнит, потому что для него сумма там в 30 тысяч рублей не является значимой. Да не в этом дело. А в чем? Это был какой-то совершенно естественный... Мне кажется, это совершенно само собой разумеющаяся вещь. Я Сережку очень любил. Лишенко. Лишенко, да. Он был настоящий вот такой человек из группы «Роллинг Стоунс», понимаешь? Абсолютно открытый, честный, с хорошим юмором. Очень деликатный. С ним выпить было очень приятно. Мы устроили поминки у нас там в клубе. По себестоимости, поскольку что сделали, они оказались дешевле, чем мы предполагали. Ну, и тут выясняется, что еще и на похором денег нет. Ну, возьмите, ребят, ну вы чего? Многим... Я просто знаю, что ты очень многим помогаешь, и это не аффицируешь. Ну, сейчас я еще буду об этом рассказывать. Нет, я это знаю. А как ты относишься к тому, что многие люди в своей профессии сделали благотворительность? Есть масса людей, достойных, интересных, твоих знакомых и друзей, которые профессионально занимаются благотворительностью. Честь им и хвала. Но ведь мы понимаем, что вокруг каждого такого человека, там, социально значимый, там, я не знаю, актриса, актер, музыкант, вокруг него образуется сразу коллектив тех, кто начинает воровать. То есть эти деньги воруются в результате. Значит, если ты не позволяешь воровать, то воровать не будут. Вот если ты воруешь вместе со всеми, то, конечно, воровать будут. Я общаюсь исключительно с первыми. И, поверь мне, их достаточно много. Ну, общаешься ты, так скажем, с очень разными людьми. Нет, я общаюсь с теми, кто не ворует и у кого не воруют. Когда ты оказываешь, например, адресную помощь, ты понимаешь, что это такое, да? Вот есть ребенок конкретный, вот его документы, вот его медицинская карта, вот нужны такие-то деньги на такую-то операцию. Вот мы проводим аукцион, я продаю там свою картинку, и мы собираем деньги на эту операцию. И эти деньги отдаются прямо туда. Или прямо в клинику, куда его повезут оперировать. Где ты тут что украдешь? Не знаю, я небольшой. А я тебе говорю, нигде. И я очень внимательно смотрю за этими вещами. А вот дайте нам деньги на бездомных там. На каких бездомных? А куда это? Тут уже вопрос. Каждый день мне звонят всякие фонды. Потому что стоит начать в этом принимать участие, тебя тут же заметили, и все сразу к тебе кинулись. Я честно говорю, что у всех я осчастливить, но не сумею просто физически. Хотя занимаюсь этим часто. К вопросу об озвученном в конце первой части списка музыкантов. Гребенчуков прозвучил. Чайфов я не пропустил, по-моему. Нет, мы с них начали. Вот Гребенчуков как-то рассказывал, не мне, но я это читал, что еще до того, как вы стали друзьями, вообще фактически познакомились, Макареевич пытался тихнуть его жену. Просто в его присутствии, а он настолько подавленный авторитетом машины времени и настолько доверяющий своей супруге. В общем, я отпустил ее бухать с рок-музыкантами куда-то в гостинице. Тебе все-таки надо в желтой прессе работать. Я ее буквально создал в этой стране. За что я, кстати, тебе спасибо не скажу. Маленький нюанс. Хорошо, что меня избирает на хорошей памяти. У Гребенчукова сказано так. Пытался соблазнить мою жену. Соблазнить и тихнуть. Согласись, ни одно и то же. Ну, у кого как? Я тебе объясню. Я с ней просто ознакомился. Мы ехали в троллейбусе. Мы все ехали, нас везли в общежитие ночевать на фестивале в Таллине в 1976 году. Потому что гостиниц никаких не было. Нас везли в какое-то общежитие. И я видел, что человек с гитарой в тулупе, с очень красивой девушкой. Здравствуйте, Борис. А вы? Наташа. Ну, откуда я знаю, что она его жена? Я по автоматам начал, наверное, кокетничать как-то. Не буду скрывать. Но минут через десять я понял, что они супруги. И успокоился. Вообще, у меня есть правило. Как-то не участвовать в личной жизни замужних женщин. Я его соблюдаю. Я ни разу это правило не нарушил. Я для того, чтобы, в общем, как-то вот эту тему не развивать, не буду спрашивать, как Макаревич выбирает по жизни женщин. Спрошу, как он выбирает партнеров. Как был выбран Ургант. Потому что я знаю, что когда возникла идея отойти от телевизионного варианта СМАКа, Константин Львович сказал, что программа будет закрыта, если рейтинги упадут после смены ведущего. Значит, после этого прошло некоторое время. То есть, ведущий программы СМАК Макаревич не сразу остановил свой выбор на своем сменчике Иване Урганте. Потому что мы пробовали массу людей. А Урганта я заметил ровно за два года до этого. И он тогда пришел на MTV. И я приехал туда. Ты заметил его, когда он пришел на MTV? Да. Я сказал, Вань, хотел бы ты подхватить эстафету СМАКа. Он говорит, с удовольствием, но я сегодня подписал контракт. На два года. Я говорю, Вань, ты можешь мне пообещать, что через два года я точно видел, что никого лучше не будет. Ты сразу ко мне придешь. Он говорит, обещаю. Ну, в результате программу закрыли. И после этого был открыт YouTube-канал СМАК. Идем по тем же персонажам или нет? Или это совершенно другой проект? Во-первых, зачем? И во-вторых, как? Во-первых, я хочу вспомнить ощущение 1993 года, когда мы это начинали. Вот это же ощущение абсолютной свободы, эксперимента. У меня там даже хронометража нет, понимаешь? То есть, может быть, один выпуск 15 минут, а другой час. Это не важно. И мне пока опять интересно. Пока мы идем под флагом «Все возможно». Я могу кого-то приглашать, кого-то не приглашать. А, минуточку, а здесь я хочу уточнить. А бывало ли, что навязывали гостей в СМАК в телевизионной? Последние годы, конечно. Да, тебе? Конечно, конечно. Но мне еще нет, а Ване уже да. Вот мне кажется, что самое скучное дело, вот мне кажется, это рисовать. А вот ты рисуешь даже на соседаниях этих... С чего бы это? Ну как? Ну, мне кажется, что я вообще не понимаю. Скажи, пожалуйста, а книжки писать скучное занятие? Нет, я же их не пишу. Я их собираю. Я сперва пишу, что это небольшие. А настоящие писатели? А настоящие... Откуда сейчас? Как я тебя сейчас, а? А настоящие... Не знаю, как настоящие писатели. Настоящие писатели видят образы. Ну, папа твой, например. Да, он видел образы. Он действительно... Он сочинял что-то. Но ему скучно было писать, не думал. Нет, нет, нет. Он мог... Ну, вот точно так же и художнику. Ему не то, что скучно. Он без этого не может. Да-да, вот я к этой истории подвожу. Слушай, я на уроках 10 лет рисовал. Потом я 7 лет на лекциях рисовал в институте. И я тоже без этого не могу. Это не значит, что я рисую кого-то. И что это имеет какое-то отношение к происходящему. Как раз, как правило, никакого отношения к происходящему не имеет. Это абсолютная дверка в подсознание. И я даже не смотрю, что я делаю. Я внимательно слушаю, что происходит. Я запоминаю. А рука делает что-то свое. Вот и все. Это очень интересная история с Эбироут. Что на Эбироуте рисовал вот эти картиночки, которые ты выбрасывал. Англичане потом их... Они их собрали, повесили. Я думаю, смотри. Я своим картинкам привык. Я их и не оцениваю. Я думаю, что такой мусор для блокнотика. Опа. Я думаю, так. Если англичанам это интересно. Дай-ка я такую папочку и сдам с этими картинками. Но в результате я на этих картинках заработал больше, чем на пластинке с Эбироут. На пластинке, которую записали на Эбироут. Да. А было вот это ощущение приобщения к какому-то таинству? Потому что это студия, на которой работали битлы. Или было наоборот? Да? Это пришлось преодолевать трепет невероятный. Но трепет сохраняется, пока ты ходишь по этим залам, как по музею. А там есть экскурсии. И они рано утром, пока музыканты еще не начали работать. Студия расписана на годы вперед. Но там стоят барабаны, стоят гитары. Сейчас придут люди. Вот здесь оазис пишется. Здесь для такого-то фильма нового блокбастера оркестра репетируют сейчас. И вводят экскурсию. Я ходил так пару раз, еще не предполагая, что мы когда-то там вообще сможем что-то делать. И вот тогда ощущение такого мавзолея невероятного, оно было. А потом, когда ты туда вошел, и тут ты понимаешь, что у тебя 10 дней. Каждый по 10 часов, по 12 часов. И ты должен ложиться и все записать. Все, уже восхищаться некогда. Уже трясти надо. И ты начинаешь работать быстро. И вот тут тебя поражает другое. Там настолько правильная атмосфера, благожелательная, с юмором. Они все очень быстро делают. При этом они никуда не спешат. Никто не суетится. Никто тебе не скажет, как у нас на студии. Чувак, ты тут слажал. Давай, ну что ты так поешь-то низко? Давай перепоем еще. Никогда так сказано не будет. Тебе скажут, nice, but maybe I'll try one more take. Еще один дубль. Да, и ты попадаешь в атмосферу такого тепла, и в результате начинаешь делать все лучше, чем мог бы. Очень много, конечно, зависит от окружения. Я помню, что, по-моему, в предисловии в одной из твоих книг, или точно в твоей книге, я очень интересный образ описан, что вокруг любого человека известного, знаменитого, образуется как бы вот такое кольцо его адептов, поклонников. И чем знаменитее человек, чем толще вот эта вот аура. И он перестает слышать, что там вот происходит за этими пределами. На себя не примериваешь? Не кажется ли тебе, что ты окружен поклонниками, не слышишь очень многих людей? Разумеется, конечно. Так, и нет желания, типа, как-то вот туда вот заглянуть и послушать, что там говорят? Во-первых, это невозможно. Потому что, а куда тогда заглядывать? Надо ездить по бескрайней земле и слушать, где что говорят. У тебя на это уйдет остаток жизни. А на твои занятия времени уже не останется. Поэтому я благодарю Всевышнего за то, что круг людей, которые вокруг меня стоят и слушают меня, и, видимо, совпадают со мной в каких-то базовых представлениях, он достаточно широк. И там достаточно много... Мне хватает, ты знаешь. Все-таки это разные вещи. И я ведь вполне допускаю хрестоматийный пример Вагнера, что человек может тащиться от полета Валькирии и при этом, в общем, не быть антисемитом, то есть не разделять установки гениального композитора. А это сплошь и рядом такое. Ну, то есть это же разные вещи, как бы вот продукт и его создатель. Абсолютно. Значит, люди, которые слушают машину времени. Я подвожу к твоему нашумевшему... Ну, они все нашумевшие по посту в Фейсбуке, когда ты говоришь, вот многие люди подходят и говорят, вот можно ли там селфи зафигачить, сфотографироваться. А где же вы были, типа, раньше, когда кричали «криминашица»? Ну, как? Ну, человек может быть криминашистом и захотеть сфотографироваться с Макареевичем. У меня про это очень подробно написано еще лет 15 назад, когда еще Крыма никакого не было в помине, в книге «Самовца». Это особенности восприятия каждого человека. Вот у тебя есть товарищ. Ты с ним совпадаешь во многом, да? Вот, например, ты с ним любишь пиво. И ты с ним любишь колбасу. Тогда ты почему-то уверен, что он должен вместе с тобой любить и груши. Это жестокое заблуждение. А грушу он ненавидит. Поэтому ты будешь есть грушу, а он будет есть колбасу. И это называется толерантность, понимаешь? Но тебе же очень хочется, чтобы он с тобой ел груши. Ты же знаешь, какая она вкусная. А он дурак, не понимает. Вот тут возникает сожаление. Ну, это субъективные вещи, но мы же люди. Про толерантность, про товарищей, про колбасу. Вспоминаю о... Мы начали разговор, вообще, нашу беседу с юбилеев. В ноябре этого года будет юбилей у твоего нетолерантного товарища, Александра Борисовича Градского. Да, слушай, это один из самых моих толерантных товарищей. Он просто, мне кажется, что... А как лицо засветилось-то сразу? У меня есть, я люблю очень. Ну, он в образе. И, конечно, он сейчас его несколько сменил, сделал его помягче и пошире. Ты бы его... Ну, вспомни, я его лет 30 назад. Это же просто деревья падали вокруг, понимаешь? Птицы падали с небес. Да, будет Сашке 70 лет. Ужас какой-то. Ужас. Почему? Это много? Столько не живут, что ужасного? Ты знаешь, это много, потому что, вообще говоря, человек не вечен. Думаешь об этом? Ну, я знаю, то об этом думать не надо. Ты же не думаешь о том, что 2х24. Ты это просто знаешь. Ну, а здесь все зависит от того, вот мы верим в бессмертие души, мы верим в то, что мы остаемся, или мы не верим? Верить можно во что угодно, но мы при этом не знаем ни черта. Ух, вот я знаю такое четверостище про знать и верить. Вот везде его вставляю. А вера, конечно, спасение для, особенно для не сильно образованных, не очень сильных людей. Это вот не говорит человек, который сказал, что если верим, то сильны. Вера делает сильнее, безусловно. Но есть люди, которые не нуждаются в том, чтобы что-то их сделало сильней. Они сильны своими убеждениями, например. Это тоже можно назвать верой. Верой в какие-то понятия, в какие-то принципы. Хорошо, тогда финальный вопрос. Во что верит Андрей Вадимович Макаревич? Во что или в кого? Здорово. Я не готов к такому вопросу. Ну а что, я внешне буду спрашивать, что ты скажешь, когда предстанешь перед Богом? То есть из опросника Марселя Пруста. Мне интересно услышать ответ на этот вопрос. Ну, я скажу наивную вещь. Несмотря на то, что с годами, чем больше я узнаю о человечестве, тем меньше симпатии оно меня вызывает. А я все-таки верю, что если бы были такие весы, где на одну чашку можно положить все плохое, содержащиеся в человечестве, сделанное им, а на другую чашку все хорошее. Что есть внутри, что сделано руками или силой духа. Мне хочется верить, что вот эта правая чашечка перетянет. Ну вот, ты сказал, что не готовился. Экспром всегда лучше. Спасибо тебе за беседу. Не за что. Приходи 29 июня на стадион «Спартак-арена». 50 лет машине. Я выпишу тебе персональное приглашение в ВИП-трибуну с серьезными людьми. Будешь сидеть, будешь поучить. Хорошо. 50 лет машине. Договорились. Спасибо. Спасибо.